Прямо в эфире. Так, ну вот у нас уже даже прямо... Всем здравствуйте. Это знаете, как обычно, да? Меня слышно, меня видно. Всем здравствуйте. Так, всем здравствуйте. Итак, сегодня у нас четверг. 14.00. Нет, уже чуть-чуть больше, пока включались. У нас сейчас, знаете, начали подключаться. Неравно выключился свет. Итак, немножечко, вроде потихонечку назад стало. Значит, мы сегодня целый день говорим про каракелюр. Каракелюр. Многим знакома эта техника. И если вы видите вот на фоне там всякие такие вот неровности какие-то, такие отпечатывания вот такие, вот это все матовая фольга. Мы говорим сегодня про матовую фольгу, вспоминаем. Значит, мы буквально перед Новым годом новая коллекция гель-лаков. Да, конечно, будет. Значит, я прочитала вопрос, ответила. Привет. Давайте я так, это на всякий случай. Мы просто сейчас только что проводили прямой эфир на страничке, на новой аккаунте Екатерина Николаевна Мирошниченко в Инстаграм. И как раз-таки затронули эту тему и решили ее продолжить вот как раз-таки ВКонтакте для мастеров, которые подключаются к нам по четвергам в 2 часа дня. И с вами в ближайший часик буду я, Наташа Коклюгина. Я работаю инструктором в школе Екатерина Мирошниченко в городе Ростове-на-Дону. И на календаре сегодня 17 ноября. И раз ноября, значит, все-таки это еще осень. И мы потихонечку закончим осенний сезон, осеннюю тематику, именно, может быть, вот этим как раз-таки дизайнами. Ну, может быть, потом куда-то еще вспомним про них. Просто хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили, которые в последнее время выходили. И, конечно же, обязательно вспомнить чудеснейший набор гель-лаков. Осень-зима. Да, это такое довольно-таки... А когда будут показывать новинки? Сейчас вот я тут пытаюсь прыгать с темы на тему. Значит, у нас в моем задании сегодняшнем взять в работу гель-лаки коллекции Лос энд Тайм. Это наш главный герой, да? Коллекция гель-лаков. Так, вот так сделаем. Такие красивые гель-лаки, очень яркие, очень упаковка кайфушная. Очень удобно с собой таскать. Раз, принесла, поставила, закрыла и так далее. Так, показывать будут новинки. Добрый день. А у нас зима минус 30. Прекрасно. У нас сегодня идет дождь в Ростове-на-Дону. У меня до сих пор еще на грядках цветут розы. Вот. Но уже передают, по-моему, даже сегодня, сегодняшнюю ночь, вроде как мокрый снег все-таки первый передают в Ростове. Вот. Но радует одно, что все-таки еще осень, еще нету минусов. Да, уже... Ну, зима и осень прекрасно, время года зима еще прекраснее. Но давайте не будем торопить время. Давайте все-таки будем жить сегодня. Потому что она так быстро уходит, так быстро проходит, что даже не верится, что вообще это происходит с нами. Особенно, знаете, когда глядишь на взрослых детей и думаешь, господи, еще были такими маленькими недавно уже взрослые. А у нас в Сибири метет метель. Прекрасно подойдет и для новогодних дизайнов. Особенно, да, Татьяна Владимировна, я с вами согласна. Прекрасно полностью. Я просто хочу вам сказать о том, что мы можем запросто заменить, например, осенние какие-то декорации на этих прекрасных вот фонах, да, на этих прекрасных цветах гель-лаков, да. Даже добавляя матовую фольгу, интересно будет смотреться. Мы можем запросто заменить их на какие-то зимние декорации, да. То есть, например, те же цвета, абсолютно те же цвета из той же коллекции мы можем запросто использовать под новогодние дизайны. Вот, например, видите, вот такой вот вариант. Тоже тут вот интересные вот эти всякие декорации зимние, шишки, коньки, бантики и так далее. Вот фольга узора и так далее. Вот, и на этих же фонах можно будет потом использовать запросто новогодние варианты декораций. Так, у нас в Сибири метет метель. Евгения, скажите, пожалуйста, вы в каком городе живете в Сибири? Это Западная Сибирь или Восточная Сибирь? Так, ну, пока нам напишут. Мы с вами сегодня... Итак, главный герой наш – это гель-лаки коллекция Lost and Time. Главный герой наш – матовая фольга. Матовая фольга. Вспоминаем такой прекрасный старый курс «Кракелюр», когда мы отпечатывали матовую фольгу кусочками на дисперсионную пленку гелевых покрытий, гель-красок. Вот, и можно даже было подвинуть эти отпечатывающие кусочки фольги туда-сюда, и был эффект такой именно растрескивания на поверхности. Все делалось очень просто. Вот есть лаки-краки, да, когда лак на лак наносится, и получается как будто такая изорванная поверхность, да, такая вся в трещинах. А вот раньше как бы не было ничего такого подобного. И раньше мы не делали матовую фольгу, и эта техника осталась жить, и многие мастера ее используют. И мы сегодня как раз-таки будем использовать ее и в том числе. Ну, а продолжим осеннюю тему, глядя на календарь. Это все-таки еще осенние варианты. Это и листопад, и уютная осень. Видите, шармикончики, да? Вот такие вот бахо, всякие цепочки, кстати, которые можно использовать и в новогодних дизайнах. Будет запросто они такие, видите, со звездочками. Очень прикольный вариант. Если у кого нету, вот напомним, 224 лаки. Видите, вот такой вот, цепочками. Так, мой самый любимый осенний вариант остался. Наталья, а где цветные полосочки? Там фольгу полосочками надо резать. Наталья, нажиму, вас спрашивает. Вы имеете в виду, там где фольга полосочками, полосочками? Вы имеете в виду, вот на осенних вариантах, здесь я использовала шармиконы, золотые полосочки. Видите, вот им четко как бы делится ноготь на две части. А если вы говорите про фольгу, которая вот здесь, например, там, может быть, вы где-то увидели, то здесь полосочки все нарисованы гелевой краской черной тюльпаны, отпечатана фольга. То есть, просто отпечатана фольга на липкий слой, а полосочки нарисованы черной гелевой краской. Так, ну а мы с вами продолжим декорации шармиконы, значит, всякие такие вот, настременивают любые дизайны, да, орнаменты интересные, вот такие вот осенние наклеечки, листики и так далее. Это шармикончики, то есть наклеечки, да, которые наклеиваются на идеально гладкую ровную поверхность. Ну и, конечно же, слайдер. Слайдер – это осенние листья. Так, осенние листья, прогулка в лесу, грибы, там вот так это повторилось. Ну и такие вот интересные всякие мистические формы всяких наклеечек, всякие буковки, орнаменты, вот тоже классные. Мы уже много раз с ними делали дизайны. Так, это все может пригодиться и для зимних вариантов тоже. Я, конечно, грибы не говорю, но вот такие вот мистические для новогодних тем дизайнов. Да, в последний типсе. Да, в последний типсе. А в последний типсе, Наташенька, скажите, это в осенних? Вот вы, тема осенняя, имеется в виду вот этот последний типс? Или новогодний последний? Так, Наташа, скажите, пожалуйста, жёстого начать рисовать можно? Дольче Габбана купить курс? Вы, куратор, хочется у вас большое. Да, возьмите, ну там такой, знаете, Дольче Габбана курс очень интересный в онлайн. Он такой скрещенный немножко. Китайская роспись чуть-чуть, и жёстовская роспись чуть-чуть. Он такой гибридный. И там как бы берутся в основу слайдеры. И этот курс курирует Анастасия Челюбеева, прекраснейший мастер. Вот мастер своего дела. Я считаю, что она круче всех рисует. Ну, есть мастер, который записал этот курс, Наташа Ганова. А вот Настя, она рисует очень хорошо и очень круто. И поэтому я считаю, что если будет курировать Настю Челюбеева, то это будет наиболее профессионально с точки зрения проверки как куратора. Так, Наталья, сохраните эфир, пожалуйста, мне нужно работать. Клиент пришёл. Удачи вам и побольше вам денежных клиентов. Всё. Значит, возвращаемся к работе. Конечно, этот самый прямой эфир всегда сохраняется. Потом выкладывается на YouTube. Поэтому мы с вами начинаем потихонечку работать. Значит, мне почему-то плохо видно. Знаешь, как вот темно стало здесь. Так, я надеюсь, меня хорошо видно. Мне почему-то кажется, что вот как-то у нас яркость чуть-чуть. Ну, вроде бы всё нормально. Нормально? Всё нормально, хорошо. Итак, значит, возьмём в основу сейчас 391 цвет гель-лака. Это у нас гель-лак из коллекции Loss and Time. И нанесём на две трети части ногтевой пластины. Ноготочек я предварительно покрыла камуфлирующей базой. Можно взять какой-нибудь для образца камуфлирующий какой-нибудь такой гель-лак. Вот, например, можно, знаете, 151 использовать для того, чтобы сымитировать камуфлирующую базу. Да, смоделированный ноготочек камуфлирующей базой. Вот, а можно взять, например, какую-нибудь там 13-й очень красивая. У компании Эми есть база номер 13. Она с таким красивым-красивым мелким шиммером. Здорово очень смотрится. Итак, нанесла тонким слоем, но плотненько-плотненько. Уложила гель-лак номер 391. Подсмотрела шпаргалку. Так. И просушиваем 30 секунд, как любое покрытие. Так, вот сейчас не зависло, девчат, скажите, пожалуйста. Не висит? Не висим мы? Так, просушиваем. И еще один вариант мы сделаем с вами тоже с отпечатыванием фольги. Очень интересный вариант. Давайте возьмем, например, в основу 388-й, например, гель-лочок. Все хорошо. Написали нам, Ирина. Спасибо вам большое. Значит, быстренько тогда продолжаем. И, например, с одной стороны, ну, например, на две трети части точно так же нанесу, например, номер 388-й. Коллекция гель-лаков, Лосон Тайм. Осень-зима от компании Эми. Я думаю, кто интересуется жизнью компаний и материалами, то, конечно же, уже давно всем известно. Причем, знаете, как бы гель-лаки есть и 9 мл, и вот у меня, например, по 6 мл, такие пузыречки миленькие. Так, вот аккуратненько наносим на две трети части. Стараюсь просто ровненько сразу выровнять, потому что, став второй стороны, у меня будет цвет какой-нибудь другой. Ну, например, там с черным буду совмещать. А этот цвет мне нужен просто как фон. Так, просушиваем. Все хорошо. Так, и, девчат, мы будем отпечатывать матовую фольгу, да, непосредственно вспомним про технику кракелюр. То есть, в нашем случае это будет отпечатывание матовой фольги. Предлагаю сейчас взять белую фольгу. Я уже показывала, да. Белая матовая фольга, она продается в рулончиках, они там идут по полтора метра. Ну, у меня просто есть отдельный кусочек, чтобы не открывать новую. Так, и отпечатывать, девчат, можно, конечно же, попробовать отпечатать на липкий слой вашего цветного покрытия. Но вот сейчас я пытаюсь, например, сделать, и она не отпечатывается. Значит, у всех гель-лаков очень разная дисперсия. Есть гель-лаки с очень жирной дисперсией, есть гель-лаки с очень сухой дисперсией. Поэтому, чтобы наверняка фольга отпечаталась, а мне нужно, чтобы она хорошими, такими большими кусочками отпечаталась, то, конечно же, лучше всего взять слайдер-топ. Слайдер-топ – это такой технический гель, у которого шикарная дисперсия, который не пересыхает. Если вы будете сушить 30 секунд, минуту, 2-3-5, все равно дисперсионный слой остается. Поэтому покрываем. Для того, чтобы поверхность была ровненькая, ну, значит, толщина ногтевой пластины, нанесу тонким слоем на всю поверхность, хотя можно было нанести тонко-тонко только туда, куда вы хотите отпечатать фольгу. Значит, фольгу будем отпечатывать только вот на цветное покрытие, а просто чтобы здесь, вот видите, вот этот стык этого не было, поэтому я стараюсь тонким-тонким-тонким слоем выровнять и нанести слайдер-топ на всю поверхность. Для того, чтобы фольга хорошо отпечаталась, слайдер-топ будем сушить одну минуту. То же самое здесь, в один слой покрыли, покрытие сделали, просушили и наносим на красную половиночку слайдер топ. Красный вот этот цвет, 388, да, такой, ну он такой не красный, скажем, такой переходящий в бордовый, скажем. Ну, мне нужен для того, чтобы был фон, а сюда на слайдер топ, который я сейчас нанесла и буду сушить одну минуту, мы будем отпечатывать с вами матовую фольгу. Итак, для того, чтобы хорошо отпечаталась фольга, нужно просушить слайдер топ одну минуту, и это очень важно. Если вы знаете, что ваша лампа очень мощная, и в ней там сохнет все там, не знаю, там за одну секунду, то тогда просушите, ну, 30 секунд и попробуйте отпечатать. Вот, но вот, допустим, лампа Эми, и я четко всегда сушу и черный тюльпан, чтобы на него отпечатать одну минуту, и слайдер топ одну минуту, и теклос, чтобы топ без липкого слоя теклос, чтобы в него втереть пигменты, тоже просушиваю одну минуту. И это очень важно. Так, просушила, и теперь отпечатываю фольгушечку. Берете матовую, то есть вот эта вот матовая поверхность, да, тут такая, как будто это краска на пленочке такая, дайте. И вот она полностью отпечатывается на фон. Стараюсь поставить ровным краешком, я не хочу, чтобы фольга выскочила за пределы моего покрытия. Отпечатали. Можно с большими промежутками, можно с не очень большими промежутками. Так, и просушиваем. Просушиваем, по большому счету тут уже все произошло. Цветное покрытие просохло, фольгу, слайдер топ вы просушили. Фольгу отпечатали. По большому счету там уже больше нечего делать, но тем не менее зафиксируется лучше, никуда не потянется за кисточкой. Так, и давайте, например, много разной фольги можно использовать, не только один цвет. Вот, например, я подобрала, допустим, там коричневый кусочек фольги, видите, красненький, допустим, оранжевенький. Или терракотовый какой-то, желтенький, цвет слоновой кости, а в конце, например, беленький. Видите? Вот, например. А можно, например, было там в синем цвете сделать, да, если, например, там в основу можно было бы взять там какой-нибудь, например, из той же коллекции, например, цветной гирлак 390. Видите? Вот. Инфинити. Название быстро хотела прочитать, а телефон мешает. Так, ну, например, вот взяла вот несколько цветов, и теперь вот на просушенный слайдер топ, например, начиная снизу, аккуратненько. Я сейчас попрошу клиентку перевернуть пальчик для того, чтобы фольга печаталась как бы слегка наискосок. Вот немножко коричневая фольга. Рядочек красной фольги. Выше поднимаемся, немножко оранжевенькой. Выше идем по ноготочку желтенькую. Добавили желтую. Добавили немножко слоновую кость. Цвет такой не совсем кипельно-белый, а в конце беленький. Видно, получается, такая радуга, да? От более темного цвета к более светлому цвету, скажем так. Еще, знаете, можно взять и, например, в промежутках отпечатать, например, золотую фольгу. Тоже классно будет смотреться. То есть там, где не отпечаталась, например, любая цветная матовая фольга, можно взять и отпечатать золотую. Золотую, причем не голографическую, а металлическую. Вот, достала. Видно, вот тут у меня лежит. И, например, там оно так, знаете, так между вот этими кусочками будет кое-где так поблескивать немножко. То есть там, где не отпечаталась матовая фольга, отпечатается глянцевая фольга. Так, одну мы полосу сделали. И теперь со второй полосы можно добавить просто какой-нибудь темненький цвет. Ну, например, можно взять из той же коллекции, например, да? 387-й цвет. Слайдер-топ чем можно заменить? Ну, я очень трудно сориентировать вас, потому что слайдер-топ – это такой немножко специфический товар, который был сделан конкретно как бы вот под заказ Екатерины Николаевны, да, в компании Эйми. Это гель такой уникальный, технический. И он, когда высыхает, у него образуется, он как бы на основе лака сделан, но когда просыхает, у него на поверхности образуется дисперсионная пленка. И эта дисперсионная пленка не дает сколов. Очень такой хороший техничный гель, который хорошо под собой держит дизайн. И он был сделан специально для работы со слайдерами. Если, например, у вас нету слайдер-топа, ну, попробуйте на базу, на жидкую базу. Просушите разное количество времени, там, минуту, две минуты, попробуйте отпечатать на липкий слой базы. Хотя есть такие гель-лаки цветные, на которых хорошо печатается фольга. То есть просто все гель-лаки разные, понимаете. Я, например, вот перестала гадать, пробовать там, на этот отпечаталась, на этот не отпечаталась. Просто у нас есть слайдер-топ, который делает любой гель-лак очень хороший, с хорошей липкостью, скажем так. Поэтому мы работаем со слайдер-топом. Надо просто пробовать, очень трудно сориентироваться. Потому что, например, вот мне как мастеру, я живу в Эмме уже 16 лет. И, конечно же, ничего другого у нас есть, и ничего не приходится менять в этой жизни, да, заменять. Поэтому, конечно же, я работаю со слайдер-топом. Но вообще фольга может отпечататься и на базу. Попробуйте на вашу базу отпечатать. Так, просушиваю. Видите, вот такая у меня часть получается декорированная, да, с помощью матовой фольги. И одна часть без фольги. Так, теперь я вернусь к тому же цвету, с которого я начинала. И в данном варианте немножечко затонирую кончик тем же гель-лаком, который у меня был в основе. В основе на кончик нанесла. И с помощью кисточки для градиента. Ну, она у нас одна-единственная такая. Смотрите, вот она простриженная. Она у нас одна-единственная. Номер четыре. Называется кисть амбре. И с помощью этой кисточки мы с вами сделаем... Мы с вами сделаем... Сейчас мы... Телефончик соседний отключим. Так, и мы с вами сделаем тонировочку. Тонировочку. Затонируем. Свободный краешек. Вот так пройдем вверх. И мы, конечно же, не оставим, да, вот так вот зижающую такую белую фольгу. Мы сделаем ее под цвет нашего покрытия. И будет смотреться, конечно же, по-взрослому. И теперь в обратном порядочке чуть-чуть стяну. Гель-лак светленький. Вообще коллекция прикольная. Там темные цвета есть, да, и светленькие цвета. Они все классно сочетаются друг с другом. И знаете, как обычно коллекции бывают, собирают... Выпускается какая-то коллекция. Там, например, шесть цветов, да, четыре цвета классных, а два цвета, ну, так, так-сяк. Вроде кому-то нравится, кому-то в большей степени нет. Вот. Или там, например, вот пять классных цветов, а один вот не в строй, не в бой. Мне кажется, всегда вот есть, да, вот этот цвет мне нравится, а кому-то не нравится. Вот. А вот эта вот коллекция была собрана вот очень по интересному принципу. Потому что вот какой цвет ни возьми, они все будут востребованы. Они все классные. И светлые, и темные, и нейтральные такие цвета. Просушиваем. Здесь я, конечно, тонировать ничего не буду, потому что у меня сама по себе, да, такая тонировочка прошла. От темного, условно-темной матовой фольги, да, к условно-светлой. Так. И я теперь закрою это цветное покрытие, да, теклосом. Теклос в нашем случае это топ безлипкого слоя. То есть покрываем топом безлипкого слоя. В нашем случае это теклос. То есть вы можете теклос, в принципе, заменить на любой топ, которым вы обычно работаете. Закроем все это теклосом. Потому что мы продолжим работать теперь с декорациями. Фон подготовили. И в чат, вообще, по большому счету, вот такие фоны можно будет использовать. Мы уже говорили и для осенних каких-то декораций, да, и для новогодних каких-то декораций. Потому что очень будет универсальное. Представьте, что сюда вот, например, еловую веточку, каких-то два шарика. Да, то есть как бы можно запросто переделать такой вариант фона, под новогодние подвести тему. А если, например, отпечатать фольгу, например, не красную, желтую, белую, например, там, темно-фиолетовую, синюю, голубую, беленькую, да, то вообще будет уже такой, можно под морскую тему подмотать, можно под новогоднюю тему подвести. Поэтому можно запросто в эту технику внедрять в любые времена года. Так, Текласс я покрыла, просушила. Так, зависает. Так, Наташенька, скажите, пожалуйста, в курсе Дольче Габбана вы куратор? Нет, в Дольче Габбана куратор Анастасия Чулебеева. Прекраснейший мастер, прекраснейший человек, и она вас больше, она как профессионал в этой точке зрения, она больше ему подскажет, больше научит. Видео сохраните, сохраним. Эфир сохранится, сохранится. Я надеюсь, как бы, даже не то, что немножко тут где-то чуть-чуть зависает, вроде стараюсь на жене дышать, я думаю, что все будет хорошо. Так, Текласс, значит, здесь просушили, и здесь то же самое. Текласс съеживается. Наташа, скажите, пожалуйста, у меня Текласс съеживается. Наташечка, а вы обезжириваете поверхность гель-лака или не обезжириваете? Может быть, попробуйте обезжирить и покрыть. Если такое же будет дальше происходить, надо просто посмотреть номер партии, сообщить туда, где вы покупали номер партии, и я думаю, что вам предложат какие-то варианты, либо обменять, либо поменять, либо другой какой-то товар предложат. Потому что бывают такие моменты, и на моей памяти был такой момент, когда вот, ну, то есть как бы партия была забракована, и именно выясняли номер партии, там, дату, которая стоит на пузыречке. Поэтому свяжитесь с магазином, где вы покупали, либо позвоните в головной офис Ростов-на-Дону. Так, и я пока покрыла все это дело Теклассом, да, просушила, и теперь в работу мы с вами добавим немножечко декораций. Так, ну, например, здесь, в данном случае, давайте, во-первых, отделим две части друг от друга. С помощью, например, полосочек. Есть золотые, есть серебряные, золотые линии, серебряные линии, черные линии, белые. Я вот, например, сейчас возьму 117 линии золота, да. Можно, например, взять 162 линии черные. Четыре варианта под разными номерами, ну, возьму, например, золотишко, да, чтобы было дорого-богато. Если клиент, например, носит золотые украшения, ну, вот золотые, да, то красиво делать какие-нибудь дизайны именно с какими-нибудь золотистыми декорациями. Если клиент носит, например, серебряные украшения, да, интересно было бы все-таки серебряные какие-то украшения добавить. Так, добавляем, например, отделяем зону от зоны. Не надо, не прикрепляйте никогда шермиконы на липкость. Ошибочно очень. Потом они поднимаются, потом они выпрямляются и мешают вам потом при покрытии и так далее. Если вы приклеите шермикон на Т-класс, ни при каких обстоятельствах шермикончик не встанет. Топ начал съеживаться. Я тоже заметила, что топ начал съеживаться. Девчат, ну, надо просто как бы обратиться вот, где вы покупаете материальчик, обратитесь туда, напишите свое, напишите в директ, например. Вам подскажут все равно, вас направят, с кем можно будет проконсультироваться по этому поводу, конкретный случай рассмотреть. Так, прикрепила шермикончик, да, и давайте добавим сюда очень прикольное, ну, раз уж тема такая у нас осенняя, очень прикольная, уютная осень. Вообще у нас очень же много, как бы, в работе таких декораций, где встречаются надписи, а надписи, они всегда очень хорошо осовременивают дизайн. Так, и, например, я возьму, да, мне же нужно взять, типа, пинцет в руки, взяла пинцет, ну, чтобы уже выглядеть так, посолидней на свой возраст, скажем так. Так, можно по большому счету наоборот приклеить, вот так. Я пытаюсь из-под телефона не дышать и прикрепить. Можно сейчас на себя поверну немножечко, вот так. Ну, потому что зону мы покрыли, да, как бы на две трети части, одна часть у нас не покрыта, и получается, что, как бы, вроде как уже отросшая часть, да, есть, а мы ее замаскируем. Так, это у нас будет шармикончик. Так, и давайте сюда же добавим, например, какую-нибудь декорацию в виде какой-нибудь осенней веточки. Сейчас, 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 мы это все дело сделаем. Так, давайте что-нибудь нежнятинку. У нас такое покрытие получилось очень нежное. Давайте мы сюда добавим какую-нибудь декорацию в виде веточки, цветочка и так далее. Еще и добавим работу с импастой, например. Точно. Давайте я возьму, например, вот этот цветочек. Я просто такой вариант уже делала, и я буду меньше переживать, что что-то пойдет не так. Этот вариант точно знаю, что будет симпатично смотреться. Так, это у нас слайдер. А раз слайдер, значит, он размачивается в водичке, правильно? Так, водичка, мокрая салфетка. Вот она у меня есть тут. Все. И давайте какую-нибудь еще веточку добавим для полного счастья. Ну, чтобы подороже выглядело. Если просто цветочек, плюс 50 рублей. Если цветочек с веточкой, то будет 70 рублей, например, да? Девчата, ну я, конечно, пытаюсь шутить. На самом деле подбираю судорожно какую-нибудь ветку, какую можно пристроить, чтобы она не была не очень темная и в то же время хорошо подошла к цветочку. Я так чуть-чуть ее срезала лишнее, на мой взгляд. Так, все, с веточкой определилась. Вот так веточка, вот так цветочек. И чтобы прикрепить слайдер на поверхность, нам, конечно же, потребуется слайдер топ. Если слайдер топа нет, можно воспользоваться базой. Можно воспользоваться базой. То есть я нанесу сейчас слайдер топ, просушу его 10-15 секунд. Если слайдер топа нет, можно просто тонко-тонко-тонко нанести базу и прикрепить слайдеры на базу. Тонко протянула по всей поверхности. Ну, во-первых, шармикунчик я хочу закрепить на поверхности, чтобы толщина ногтевой пластины была по всей поверхности одинаковой. Если вы спросите, можно ли нанести слайдер топ или базу только под наклеечку, под переводную картинку, под слайдер, конечно же, можно, девчата, абсолютно. Кому как больше нравится, даже не вопрос вообще. Так, и давайте хочу, например, в этом варианте, во втором варианте, добавить не слайдеры, например, а шармиконы, да, соорудить какую-нибудь такую конструкцию интересную. Опять же, воспользуюсь какой-нибудь полосочкой, хоть она и будет потом полностью закрыта, но все равно, может, вдруг она где-то останется у меня видна. Поэтому сейчас возьму и приклею вот сюда разделительную полосочку. С перепугу попала с первого раза. Следите, чтобы на торце, да, вот со стороны свободного краешка никогда не выглядывали шармиконы. Старайтесь всегда взять бафик и бафиком убрать лишнее. Все. Так, и теперь соберем как конструктор детский. Так, например, я взяла листик. Так, приклеила, например, листочек. Так, следующий листочек. Можно какой-нибудь маленький, например, взять. Немножко как бы мне подстроиться так, чтобы... Так, например... Сюда. Так, давайте следующий какой-нибудь возьмем. Вот, например, вот здесь. И мы его тоже вот так направим на наше покрытие с фольгушечкой. Вот сюда. Так, продолжаем глумиться. Посмотрим, что сюда еще у нас подойдет. Можно веточку, например. Но я хочу прямо из листочков, чтобы сложить. Так, еще один. Типсик длинный попался. Я до этого делала на более короткой типсинке. Так, ну давайте еще вот один маленький. Чувствую себя с пинцетом в руках, как обезьянка, знаете, с гранатой. Потому что пытаюсь выглянуть из-под телефона, чтобы не промазать. Ну, короче, глупейшая ситуация. Ну, ничего страшного. Думаю, разрулим как-нибудь. Так, сейчас я немножко ушла с камеры. Потому что просто вот уже совсем-совсем неудобно в конце. Сейчас, девчат. Сказать, что неудобно, ничего не сказать. А еще же оно прилипает к перчаткам. Так, вот здесь вот будет просто хвостик. Так, все, прикрепили. Хорошо бы безворсовой салфеточкой все это дело разгладить. Да, аккуратненько, чтобы все прикрепилось. Так, и теперь я предлагаю этот вариант закрыть матовым топом. Матовым топом, а потом выделить только листочки на поверхности. С помощью глянцевого топа. Так, закрываем матовым топом. Ну, в нашем случае это вельве. Топ без липкого слоя. Очень хорошо, легко наносится. Очень быстро высыхает. Хорошо выравнивает поверхность. Ну, как не пропеть дифирамбу топу, если он действительно очень хорош. И вы знаете, он у нас один же единственный. У нас вот нету как бы не раздута линейка именно с топами. У нас топ без липкого слоя Teclas и Ultrashine. Teclas как рабочая лошадка можно использовать как верхнее покрытие, как промежуточный топ. А, например, Ultrashine только как верхнее покрытие используем. Слайдер топ используем только как промежуточный топ. Он очень, у него очень хорошая дисперсия, да, липкость. Вот, матовый топ тоже используем в основном только в конце. Ну, в редких дизайнах как промежуток, в основном как завершающее покрытие. Так, а тем временем на слайдер топ я приклеиваю, декорируем до конца. Так, нежность, нежность и, например, цветочек. Веточка мне была нужна просто как продолжение. Конечно же, все, внимание на центр, да, на цветочек. Так, все, слайдеры прикрепили на липкую поверхность. И закрываем, ой, фокус, простите, просушиваем. Просушиваем. А вот так, вычищаем все место, чтобы фокус был только здесь. Так, боже, какая прекрасная женщина Александра Васильевна. Ну, спасибо большое за прекрасную женщину. Надеюсь, это, не знаю, может быть, конечно, ко мне, но... Если бы узнали, как вы тут, знаете, вроде бы надо по работе прямой провести. И что-то показать, и чем-то удивить. Вот, а потом, когда начинаешь что-то делать, и ты понимаешь, как это все страшно. Вот. И, значит, я предлагаю вам посмотреть вот на эти варианты, да. Повторить такую красоту. Пересмотреть много пропустила. Да, все будет записано, все будет выложено. В YouTube же все это выкладывается. Так, значит, мы сегодня с вами вспоминали технику кракелюртов. Здесь отпечатывали матовую фольгу. В основу взяли лаки, которые относятся к коллекции Lost and Time. Так, и добавляем декорации. Еще раз повторюсь, что сейчас вот место осенних, так как у меня в задании стоят осенние декорации, все-таки еще на дворе 17 ноября, то, конечно же, эти декорации все можно будет запросто заменить на новогодние декорации. Так, и теперь я возьму какую-нибудь кисточку. Например, идеальный мазок номер 0. Сейчас, если быстро найду. Быстро найду. Так, нашла. И возьму, например, ультрашайн. Ультрашайн топ. Завершающее покрытие, верхнее покрытие. Раньше, вот Наташа спрашивает, присоединилась, обучалась у вас. А, все приятно очень. Здравствуйте еще раз. Так, раньше в Эмми был промежуточный топ. Это топ-слайдер теперь. Наташ, вот раньше, давным-давно, давным-давно, промежуточным этапом мы брали топ без липкого слоя. Был такой топ с черной крышкой, стеклянный такой топ, который не имел липкости. Мы на нем потом рисовали, фольгу отпечатывали там и так далее. То есть он был без липкого слоя. А слайдер топ, он с липким слоем, понимаете? То есть для промежуточного этапа, если вам нужен топ, то есть если вам нужна дисперсия, да, липкость, на которой вы хорошо отпечатаете матовую фольгу, глянцевую фольгу, голографическую фольгу. В слайдер топ шикарно втираются пыли. Группные, мелкие, голографические, металлические и так далее. То есть это такой технический гель с липким слоем. А топ без липкого слоя, как промежуток, мы используем именно Теклос. То есть для промежутка Теклос, это топ без липкого слоя, он глянцевый. Если мне нужна липкость, то я беру топ слайдер, он с липким слоем. То есть они два совершенно разных топа, да, для разного предназначения. Так, ну и давайте возьму капельку Ультрашайна. Это у нас глянцевый топ, который мы можем добавить только в конце в дизайнах, только как покрытие. И вот, например, я сейчас возьму и наглым образом выкрашу глянцевым топом листочки. Не буду сильно много высоты добавлять, абсолютно ни к чему. Они и так будут хорошо видны. Так, все нанесли и просушиваем. Да, на матовой поверхности будут очень интересны такие блестящие листики. Так, просушиваем. Так, а здесь в этом варианте предлагаю взять Эмпасту. Эмпаста, гелевая краска без остаточной липкости. Эмпаста. Эмпаста, да? Белый рафинад. Можно взять, может быть, если у вас есть, например, еще белый декор, тоже есть такая эмпаста, такая более густая. И, например, можно будет либо белым рафинадом, либо белым декором поставить, например, несколько мазочков. Я тем же идеальным мазочком номер 0, вот она, да, идеальный мазочек номер 0. На кончик кисточки возьму немножко Эмпасты. И уже на готовую поверхность, ага, готовую поверхность было бы сказано, да? Давайте мы ее все-таки сделаем готовой поверхностью, покроем теклосом и просушим. Хотите, можно тоже матом закрыть, простите, матовым топом. А вот, просто я здесь добавляла шармикончик золотой. Если покрыть матовым топом, он не будет так блестеть, как блестит. Ну, на любителя. Хотите, покройте глянцем. Хотите, покройте матом. Так, просушиваем. Так, данный вариант у нас полностью готов. Видите, у нас такая получилась с вами. И вариант отпечатанной фольги, кусочек ноготочка, да, однотонное покрытие, плюс декорации. Так, мы сейчас вот сюда прикрепим. Так, и доделаем здесь вариант. Топ просох, взяли немножко Эмпасты. И немножко увеличили объем лепесточком нашего цветочка, который мы прикрепили. Буквально, знаете, такая немножко как бы мазковая техника с краешку к центру. И лепесточки будут выглядеть объемными, как будто 3D дизайн. Все движения кисточки с кончика лепесточка к центру. К центру. Аккуратненько. И можно даже немножечко вот так вот усилить белым цветом. Немножечко вот так пройтись наверх. И добавить несколько еще точечек каких-нибудь. Взяла кисточку потоньше, 5 дробь 0. Можно этого не делать, но просто будет смотреться интересней. А в серединку цветочка можно будет поставить либо много-много маленьких беленьких точечек, либо стразик поткнуть. Просушиваем. Просушиваем. Так, ну мы с вами, в принципе, уложились в наше уделенное нам время. И даже закончили чуть-чуть раньше. И всегда хочется сказать, что в принципе дизайны, в которых практически ничего не нужно рисовать, да, конечно же, это быстрые дизайны, скажем так. Вот. Я вот так сейчас на камеру, сейчас сюда еще один типсик добавлю. Может быть, вы сделаете скриншот экрана, и будут у вас разные варианты. Девчат, везде, везде абсолютно отпечатана матовая фольга. И в нескольких вариантах она затонирована. Затонирована, притонирована. Ну, мы сделали один вариант с тонировочкой, а один вариант без тонировочки. Да, видно, вот, допустим, просто подобранная фольга. И в любом цвете можно это все сделать. Так, сейчас мы сюда прикрепим еще один типсик, да, который у нас. В принципе, он есть здесь в маленьком виде. Ну, вот так вот. Всем, всем огромное, огромное спасибо. Так, еще посмотрю, вопросы какие-то остались, на которые я не ответила. Так, про слайдер топ сказала, топ-вельвет не пачкается на светлых гель-лаках. Наташа, знаете, как бы я хочу сказать, что у нас вот было три разных варианта матовых топа. Классический был топ с липким слоем, был велюр такой, знаете, тактильно трогаешь, очень прикольный, приятный такой вельветовый, как бы, вельветовое покрытие, да, с ворсиком, как будто бы ощущимо не было. И вот этот вельвет. На самом деле, из всех трех, которые у нас были, этот, конечно, самый лучший. Он хорошо сохнет, он практически не скалывается, вот, и, как бы, высыхает быстро. В конце единственное, что, как бы, нужно, конечно, сушить дольше. То есть, не минуту, просушите любой топ две минуты. Он будет более, он станет менее пористым и будет более матовым, он будет меньше пачкаться. Вот, и я хочу сказать, из всех трех топов, которые у нас, конечно, были, этот самый лучший, более самый устойчивый. Так, красота неописуемая, спасибо большое. Очень удачный босс с цветной гаммой. Да, я уже говорила об этом, потому что бывают такие наборы, в которых два классных цвета, два не очень, да. Там бывает, там, пять классных, один, ну, никуда. Ну, потому что у всех разный какой-то цвет лишний будет. Вот, по-любому разный. Кому-то там красные оттенки не нравятся, кому-то светлые оттенки не нравятся. Вот этот наборчик Lost in Time, он, конечно, был подобран очень замечательно. Я не знаю, дай бог здоровья тому технологу и мастеру, который подбирал эти цвета. Да, конечно, Екатерина Николаевна выбирала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!